друзья всем привет решила записать такое небольшое видео рассказать про практику випассана что такое випассана вообще випассана как слово пришло из языка пали и этим словом назывался определенный вид практики на английском она часто переводится как практика inside или практика прозрения и в общем то в соответствии с названием очень много эффектов от этой практики действительно связано с тем что мы постепенно познаем себя глубже понимаем себя лучше понимаем мир лучше вокруг нас чувствуем больше связи с этим миром но давайте сначала немножко про то в чем практика заключается вообще сейчас существует очень много разных подходов к тому как проходите проводить випассану и эти подходы отличаются самое распространенное это наверное гаенковская випассана центры гаенки расположены по всему миру как правило это 10-дневная випассана где на протяжении 10 дней вы интенсивно медитируете не имеете никаких контактов с внешним миром то есть там нельзя брать с собой телефон компьютер и так далее то есть вы полностью посвящаете себя практике вот но существуют и другие варианты прохождения этой практике и есть скажем так ряд общих принципов например это уединение то есть вы создаете для себя насколько это возможно какое-то пространство в котором вы могли бы уединиться вы можете куда-то поехать специально для этого вы можете поехать на випассану физически да они проводятся как я уже сказал по всему миру можно пройти випассану онлайн сейчас это тоже становится все более популярным способом проходя випассану онлайн вы можете оставаться у себя дома или вы можете арендовать там не знаю на эти дни какое-то отдельное жилье или с кем-то договориться куда-то уехать чтобы вас никто не отвлекал в моей жизни были разные варианты и когда я устраивала дома и когда я куда-то уезжала и без детей с детьми понятно что в зависимости от ситуации от обстоятельств уровень погружения в практику будет отличаться но принцип уединения насколько это возможно это один из важных принципов второе это погружение собственно в практику которая происходит за счет того что мы уменьшаем количество контактов с внешним миром то есть желательно на эти дни действительно оставить в стороне телефон сделать такой digital detox может быть не работать если есть такая возможность не смотреть компьютер а если есть такая возможность не разговаривать или разговаривать поменьше с другими людьми не может быть договориться что вот в эти дни я буду сохранять молчание возможности да просто предупредить договориться с близкими но опять же это на мой взгляд не критичное требование то есть если это вызывает излишние какие-то переживания лучше сказать несколько слов там да ну когда бытовом каком-то процессе нужно там что-то объяснить или что-то спросить ничего нет страшного в том чтобы спросить по возможности мы стараемся избегать излишних разговоров пустых разговоров так называемых то есть мы уменьшаем количество внешних контактов количество отвлечений стараемся ни на что не отвлекаться да может быть обойтись без каких-то развлечений которые позволяют нам не видеть что по-настоящему причиняет страдания нам в нашем уме то есть мы раз отвлеклись на что-то выбрали какое-то развлечение почитали книжку посмотрели сериал и не заметили как у наш влияну как бы создает вот эти страдания и когда мы убираем вот эти отвлечения и второй момент мы увеличиваем количество практики то есть это несколько часов медитации в день для новичков я рекомендую не больше четырех часов в день можно даже начать с двух часов в день ну до четырех почему потому что интенсивная практика медитация очень сильно поднимает все загрязнения в уме и эти загрязнения не как токсины и вот этот процесс он очень похож на на процесс детокса физически со всеми сопутствующими ощущениями то есть вы можете чувствовать там и какой-то тяжести и тошноту и какое-то не очень приятное состояние то есть вот точно так же как когда мы проходим какой-то детокс телесный точно так же детокс ума он тоже с одной стороны поднимает эти загрязнения они становятся видимы и мы можем их убрать мы можем их отпустить мы можем очистить своему от этих загрязнений но с другой стороны если практика если нет привычки к такой практике то сразу слишком много часов медитации могут вызвать сложное состояние и человека возникает отторжение к этой практике он такой больше никогда не буду лучше начать с небольшого количества или если вы чувствуете что слишком становится трудно да то может быть остановиться продолжить на следующий день вот я буду обязательно делиться когда я буду проводить онлайн випассно обязательно буду делиться методами которые помогают смягчить вот этот эффект но как бы то ни было мы увеличиваем количество часов в практике мы убираем лишние отвлечения и мы начинаем вот этот процесс детокса нашего сознания что я еще хотел сказать мне тут записано более интенсивная практика погружение уединения отсутствия отвлечений и зачем мы это собственно все дело особенно с учетом того что это непростая практика может вызывать какие-то сложные ощущения зачем же мы идем на это ну вот как я уже писала в рассылке часто об этом говорю в нашем уме все возникает все начинается и причины для страданий они тоже заключены в нашем уме сколько бы мы не старались изменить внешние обстоятельства и не думали что именно из этих внешних обстоятельств возникают наши страдания источник нашего страдания он всегда в нашем сознании всегда в нашем уме и пока мы не погрузимся достаточно глубоко и не создадим специальных условий эти загрязнения эти причины наших страданий они не будут проявлены мы не сможем их увидеть поэтому первая причина для чего мы можем проходить такие ментальные детоксы это стать более счастливым человеком то есть если мы видим причину страданий можем ее отпустить или убрать или растворить постепенно мы становимся счастливее более такая человеческая причина мы чувствуем гораздо больше связи с собой собой с окружающим миром как правило после такой даже нескольких дней вот такой випассаны такого очищения очень проясняется сознание мы легче можем принимать сложные решения то есть если нужно принять какое-то решение то вот может быть очень полезен такой процесс перед этим или если не хватает на что-то решимости тоже у нас благодаря практике вот эта решимость намерения может возникнуть может усилиться сформироваться еще одна причина это достичь прогресса в практике вот многие хотят сделать медитацию частью своей жизни но это не получается на то есть не получается медитировать допустим ежедневно и у меня тоже не получалось долго много лет у меня не получалось хотя я хотела но я ездила на випассаны то есть я регулярно ездил на випассаны и после какого-то периода випассан у меня медитация стала естественной частью жизни то есть мне стало интересно медитировать каждый день мне не нужно уже себя заставлять это очень приятное занятие я прям с радостью вскакиваю утром чтобы помедитировать поэтому опять же достижение прогресса в практике как с точки зрения стабильности то есть мы начинаем медитировать более регулярно так и с точки зрения глубины самой практики то есть вы с каждой випассаны будете чувствовать что вы идете в глубь в глубь в глубь все новые слои какие-то открываются для вас и очищаются и ум становится способен погружаться глубже достигать больше умиротворения глубины и ясности концентрации да то есть достичь прогресса в практике еще одна причина то есть стать счастливее соединиться с собой найти ответы накопить решимость для каких-то изменений достичь прогресса в практике вот для чего мы это делаем ну и отдельно напишу когда у нас будет возможность пройти вот эту онлайн випассану не только онлайн сейчас все скоро расскажу и надеюсь что эта возможность будет очень кстати многим из вас все обнимаю пока пока